Ну что ж, всем привет ребят, с вами снова Dempsey и сегодня мы продолжим проходить Need for Speed 15 года. Это будет уже четвертая серия и в прошлой части я прошел несколько командных гонок, связанных с дрифтом. Это было слегка необычно, потому что я много тупил, но теперь мы продолжим проходить дальше. Я немножко разобрался с управлением, с навигацией и вообще, что где прокачивать. Снимаю я две серии в один день, поэтому не удивляйтесь, если вдруг ваши советы я не заметил, поскольку я не мог их никак увидеть, но в следующий раз уже все прочитаю, если вдруг что-то будет важное. В общем, не забывайте ставить лайк и писать свои советы, опять же, потому что я всегда буду их читать и если будет что-то очень полезное, то обязательно воспользуюсь, как это было в случае со второй серией, где я просил, подскажите пожалуйста, как в этой игре играть в одиночку. Потому что оно всегда кидает в онлайн, который мне не нужен. Ладно, вроде бы ничего не забыл сказать, давайте продолжим. Снова это бесконечное подключение к серверам, а потом еще подключение к сессии, из которой нужно будет выходить, чтобы в одиночку зайти, поскольку сразу это сделать нельзя. Да, вот такое вот оно, обновление. Когда оно появилось в этой игре? Мне кажется, в году так девятнадцатом где-то они изменили способ захода в онлайн, ну или захода в саму сюжетку. Потому что до этого у меня с ним проблем не было, я спокойно заходил себе в одиночку и проходил сюжетку. Да, я прошел буквально немного, то есть я ничего по сюжету не знаю. Может быть, уже видел кат-сцену, которую тогда еще не видел. Кто знает, потому что я прям конкретно взялся за прохождение этой игры. Конечно, я не успею ее пройти до выхода NFS Unbound. Да и, наверное, Unbound я покупать не буду, потому что слишком дорого. Может быть, пиратка выйдет когда-нибудь, но я не призываю вас пиратку себе ставить ни в коем случае. Просто у меня другого выхода толком не будет. Если не выйдет, то, ну извините, будем проходить другие части пока что. Нас встречает все тот же Subaru, который я так и не прокачивал с тех пор. Хотя, подождите, нет, в прошлой части я ставил некоторые детали тюнинга. Можно будет даже зайти и еще что-то поставить. Мне кажется, что это, по ходу, задание Эйми. А вот головки блока цилиндров... А, нет, то же самое, то же самое. Подвеска, может быть? Надо поставить. Мне кажется, что лишнее не будет. Разгон, конечно, немножко уменьшится, но я думаю, что это все регулируется. А что оно меняет? А, ее можно просто улучшить. Ну, хорошо. Тормоза. Конечно же, поставим тормоза. Уже, наверное, все поставим, все, что есть, кроме... Нескольких буквально деталей, которые открываются по сюжету. Ну и все. Подождите, что там еще было? Типа деталей. Вот оно что. У меня пока они спортивные. Потом будут усиленные. Хотя, может быть, некоторые уже усиленные, поскольку я находил уникальные. Гоночные и элитные. Вот такие классы. И, наверное, все. Переходим в открытый мир, так сказать. Нам же нужно будет еще сейчас выйти из него и зайти в одиночку, чтобы не мешали. Хотя мне и так мешают. Тут же дело не только в гонщиках. Гонщики, которые боты, они тоже могут помешать. Они спокойно ездят себе по открытому миру. И иногда во время гонок могут просто взять и выехать тебе навстречу. Ты ничего с этим не поделаешь. Но, господи, еще это ждать полчаса, пока пройдет. Такой вот он. Капризный. НФС пятнадцатого. Так. Я, наконец-то, перешел в одиночный режим. Не прошло и пары минут. Хотя могло быть и дольше. Первым делом я хочу пройти вот эту гонку, на которой изображена BMW. Не знаю, что это за байт такой красивый, но действительно обложка с BMW. А, еще в этой серии стоило бы, наверное, BMW добавить в гараж и убрать некоторые аппликации лишние. Зачем они их добавили? То есть, эта BMW даже не выглядит так, как она выглядела в Most Wanted. На ней там какие-то наклейки еще есть. Зачем? Хорошо, что я научился пользоваться фаст-тревелом в этой игре. Давайте я починю машину, хотя вроде бы она не так и выглядит нормально. Ну, во всякий случай. Кольцевая гонка каждому свое. О, копы. Искусственный интеллект, как же быстро ты работаешь. И как же быстро ты едешь. Кошмар. Придите к винишу. Да вы что? Поехали. Я теперь быстрее, чем все эти машины. За счет прокачки. Легко. Мне кажется, что я в этой гонке участвовал со спайком, нет? О, еще и копы по скрипту, скорее всего, появились. Я думаю, это скрипт. То есть, не рандомная встреча. Еще и два круга. Так же, как было со спайком. Не может быть. Совпадение или все-таки это калтура? Эх, нормально не повернул. Бывает. Сейчас бы мне платили деньги с закупов. Это, конечно, смешно. Это как в Мост Вондете или в Карбоне. Показывает награда, типа, да? И все думали, что это деньги. А это просто репутация. Ну, типа, за что платят-то? Это же не гонка. И что это получается? Игра поощряет то, что ты причиняешь вред или нарушаешь закон. Вред стражам порядка. О, снова эти скрипты. Почти идеальный поворот, кстати, вышел. Мне кажется, это по скрипту копы за меня так хорошо взялись. Потому что в прошлых сериях их вообще не было видно. Я натыкался на них чисто случайно. Когда просто ездил по городу. Эх, не могу я этот поворот нормально осилить. Скорость не сбрасываю. О, новый уровень. Уже 12-й. Скоро мы узнаем, что там откроется на 25-м. В менюшке. Но интрига все еще сохраняется. Поскольку, как я уже говорил, я проходил буквально совсем немного в самом начале. Я не знаю, что открывается на 25-м уровне. Короче, гонка с... картинкой BMW. С обложкой. Но, по факту, тут ничего особенного. 12-й уровень. Это, кстати, похоже на какой-то аэропорт. Нет? Ну, а на что это еще похоже? Давайте заедем, посмотрим. Чтобы открыть, сыграйте в Эдди's Challenge. Эдди? Ярость Эдди? Потому что в NFS Heat тоже было задание, которое называлось как-то в стиле Ярость Эдди. И мы потом получали Nissan Skyline тот самый. Который я даже открыл. А, это стадион, а не аэропорт. Ошибочка вышла. Тут же можно сфотографироваться. Сфотографироваться. Нужно заехать аж туда. Черт. А Subaru-то тащит. Хотя, возможно, тут все машины классные. Но мне эта тачка прям зашла. Стадион Ghost. Да ладно, почему именно Ghost? Еще скажите, что... Из-за того, что это разработчики игры Ghost Games, да? Беспалевные отсылки. Какой-то... Эдди's Challenge будет в игре. Забавно. Так, что можно еще выполнить? Сюжетная гонка... Это с кем? Это со спайком? А, тьфу ты. Ну да, тут же пишется. Спайк, скорость. Кафе. Ну давайте я еще выполню... О! Соревнования по дрифту. Войди в свою колею. Ну мне кажется, что это проходил. И вот это тоже. А бешеный тарик? Тарик бешеный. Не, наверное, я не проходил. Если что, всегда можно будет телепортироваться на гонку. В любое время. Я же научился эти фокусы делать. Благодаря вам в комментариях. Просто потом еще кто-то жалуется, что я комментарии не читаю или игнорю. Ничего подобного. Заработайте лучший счет. Здесь нужно в соло выполнять. Окей. А, нет. Я не в соло. Тут еще два гонщика. Точнее, три. А, снова копы по скрипту. Я вас понял. Снова заскриптованные копы. Черт бы вас побрал, как говорится. Чтоб вы все врезались. Да, не очень много я набираю. Но хотя бы стабильно. Как они набирают больше меня? Что за дичь? О, да. Хотя они оба только что за это поплатились. Дурачки. Красиво, красиво, конечно. Справедливость восторжествовала. Двоих вынес. Возможно, это переломный момент. А, это состязание на время? То есть, тут бесконечно можно круги наматывать? Если ты быстрый и успеваешь их довольно быстро проехать. Да, отвалите от меня копы. Вы ничего не можете сделать. Даже догнать меня не можете. Зачем вы меня преследуете тогда? Делаете вид? Я жду шипы. Когда они там появятся? На каком уровне? О, это было близко. Кто бы сомневался, что я все равно врежусь. Но я набрал почти в два раза больше, чем они. Шансов нет никаких. Этих болванов затащить. 30 тысяч. Теперь точно в два раза. Почему так мало платят? 2 тысячи долларов. Хотя в Мост Вондете, наверное, столько же платили в самом начале, если честно. Возможно, даже меньше. Полторы платили. За гонку. Но знаете, в этой игре не чувствуется то, что тебе не хватает денег. В отличие от Мост Вондета, я за три серии поставил все спортивные детали, кроме некоторых, которые по сюжету недоступны. Так что нехватки денег нет. Она не ощущается абсолютно. Ой, ой, осторожно. Осторожно. Я веду себя хорошо. Что вот это такое? Тут есть гонка, но я не могу ей воспользоваться. Или это просто... Это просто обозначение поворота, что ли? Так, я еду медленно. Фотографируемся пока. Они, я смотрю, по кругу гоняют. Специально. Центр искусств Вентуры Бэй. Ну что ж, и еще один дрифт. Дрифт Триал. Вообще, Трайл, наверное, правильно? Испытание по дрифту. Почему Триал? Или Триел. Я не знаю, как они тут правильно ударение ставят. Вообще, Трайл должно быть. Смотри, не отставая от других в командном дрифте. Так это командный дрифт, да? Нет? Проходите заезд по контрольным точкам и набирайте очки за скорость и углы в дрифте. Боже, ну это слишком банальные советы. Можно что-нибудь поновее? Не знаю. Больше 35 тысяч очков. В прошлый раз было, по-моему, 25. Это уже посложнее будет. Жги резину! О, да. Шикарный дрифт. Да я просто мастер. У меня машина в заносы не входит. Я ее не настраивал никак. О, я, кажется, понял. Снова копы по скрипту. Да что ж с вами не так? Не догонишь, не догонишь. А, да. Будете мешать. Я не успею, наверное, набрать. Слишком мало набрал в начале. Еще 25 тысяч. Да не, как-то она идеально ровно держит траекторию. О, да. Хорошо повернул. Еще половину. Но мне ехать осталось толком ничего. А я могу эту гонку заново начать, если за мной копы едут? Наверное, нет. Пока не улизну. Вы видели? Он пытался меня заблокировать. Блин. Можно я сразу нажму рестарт? Пожалуйста. 23 тысячи. Ну, потому что в начале я тут пил. Проигрыш. Но при этом это никак не мешает. Абсолютно. Да, за мной гонятся. А я вас обманул. Обманул. Или нет? Ну, вроде они начали отставать. Да. Не совсем обманул, но... Как-то получилось свалить. Причем у меня второй уровень розыска. Стабильно. Какая-то очень сложная гонка. Но она при этом пишется выполненной. Я хочу еще раз. Только не говорите, что там опять будут копы заскриптованно стоять. Или патрулировать. Потому что это неинтересно. Совершенно. И после этой гонки, я думаю, стоит поехать на гонку со спайком. А потом с ману. Ну что ж, попытка номер два. Жги резину по максимуму. Да, она вообще не скользит никак. Нужно было настроить. Почему я вообще пошел в эту гонку? Мало набираю. Нужно возле углов. А, да. Копы заскриптованы. Я вас понял. Они всегда будут там появляться. Уже неплохо. Осталось ехать совсем ничего. Эх, будет обидно, если не хватит. А мне, походу, не хватит. Пять тысяч не хватит. Очки сгорели, черт. Очки сгорели. Я врезался и поэтому не прошел. Не, ну ладно. Я не буду это переигрывать. Черт с ним. Это было обидно. Так бы прошел, действительно. Но это на потом. Давайте поедем на гонку со спайком. Что он там хочет? Это скорость. Спринт со спайком. Мне кажется, я его уже завершал, но, наверное, он был в другом месте. Это не тот. А потом заедем к ману. Куда там он говорил? Не в клуб, а... В кафе. Вот. Там наверняка будет сюжетная катсцена. Спайк, тебе хана, ты в курсе? Я уже опытный. Так, поглядим. Ну, готовься, чувак. Путь что будет. На опыте вынесу. До свидания, я Спайк. БМВ тебя не спасет. Такое ощущение, что у меня машина на пару уровней выше, чем у них. Это слишком жестко. На этой скорости так приятно эти гонки проходить. Когда у тебя скорость стабильна 220 и выше, и ты довольно быстро разгоняешься. Плюс еще можно спокойно входить в повороты. И не бояться того, что твоя машина не повернет. Это кайф. Многие жалуются, что в этой части управление совсем ужасное. Я так не считаю. У меня почему-то проблем с ним пока еще не было. Только в самом начале, когда машина была стоковой. Это Спайк за мной едет или что? Кто там сзади? Кто ближе всех ко мне? Жаль, что я не вижу его никнейм. Но оно уже и не важно. Эх, черт. 7 передач у меня. И максималка где-то 260. Это я сейчас с горы спускаюсь, поэтому скорость повыше. Но вообще она 260 где-то по прямой. По ровной дороге. Ой-ой-ой. Это плохо. Догоняют сволочи. Наверное, это не Спайк. Он где-то там в начале находится. Я думаю, даже и статистику не покажет толком. Я не смогу узнать, на каком он там месте. Теперь 4 тысячи. Правда, конечно, это сюжетная гонка была. Возможно, в сюжетных гонках платят побольше. Высший момент. Новая заводская деталь. Да-да, Спайк. Эй, чувак. Мой друган Брин потом хотел с тобой попробовать. Просто заезд. Ничего такого. Давай, до связи. Не вопрос. Я и его уделаю. А вот. Снова. Но это уже с другим гонщиком. Окей, давайте еще это выполним. Это сюжетная гонка. Наверное, не со Спайком, а с этим Брин или кто он там. Тем более, это близко. Да. Спринт со Сбрином. Со Сбрином. Сбрином. Сбрин. Как будто его сбрили. На Ниссанчике? Ты думаешь, он тебя вывезет, да? Не поможет. У меня полностью прокачанная тачка. О, да. Опять копы по скрипту. Где копы? Они, кажется, хотели за мной погнаться. Вы не знаете, куда они подевались? Ай, снова я в этот поворот въехать нормально не могу. И смотрите-ка, он меня обошел за счет этого поворота. Внезапного. Ну, у меня скорость повыше. Я догоню. И ускорение тоже в норме. А если я его подрежу? Эх. Долком это ни на что не повлияло. Копы, короче, где-то появляются по скрипту и потом просто не могут меня догнать. Так что, что есть в этой игре копы, что их нет, это абсолютно... Боже, да вы неадекватны. Это абсолютно никак не влияет. Можно было бы их в игру и не добавлять. Хотя да, это было бы странно, если бы их вообще в игре не было. Мне кажется, копов не было только в заранее. Ой, фу, в заранее. Прострите. За все эти части. Потому что они уже стали символом этой вселенной. Need for Speed этой серии игр. Без копов делать как-то совершенно несерьезно. Игроки заплюют. Снова позвонит, да? Спайк. Да. Что это за гонка? Это новая открылась? Ты свое дело знаешь. Я же это проходил. Почему оно галочкой не отметилось? Не знаю, как это работает. Наверное, вы в комментариях напишите. Нет, только тогда я уже пойму окончательно. Дрифтуй как панта. Легко. Гонка на время. Пробег. Ну, давайте выполним гонку на время. А потом уже может быть дрифт. А вообще нужно заехать к ману. А то мы время тратим на вот эти бесполезные гонки. А сюжетом вообще не занимаемся. Я уже забыл там персонажей. Почти всех. Забыл, как они выглядят. Достигните финиша за минуту 44, по-моему. 43-44, сколько там было написано. Но это не важно. Проблем нет никаких. 44. Раскочегариваемся или как там? Ой. Я потерялся. Я потерялся на дорогу, не смотрел. Хорошо раскочегарился. Но даже это не помешает, я думаю. Даже такие фейлы мне не мешают. Обожаю этот участок дороги. Всегда врезаюсь. То с одной стороны, то с другой. Удобно. Я уже прошел 9 или 10 контрольных точек. А времени в запасе еще целая минута. Вот, десятую прошел. Проблемы. Вы где? Я вас не чувствую. Или это потому что пока состязания подписаны как легко? О, возможно не просто так. О, снова копы по скрипту. Это потому что я возле участка проехал, кстати. Это хоть как-то обосновывается. А не то, что они стоят где-то там в порту или еще где-то. Просто стоят и ждут. Ладно бы еще патрулировали. А тут прям проехал. Возле участка. Ну что, будет новый уровень? Кстати, он уже 14, я даже не заметил. Скоро 15. А мне нужно 25 набрать, чтобы там что-то открылось. Вот. Ой, не здесь. Вот здесь. Что это такое NFS? Нет, не NFS, нет. Какой-то значок непонятный. Что это? Занять позиции трудно. Видите? Тут написано трудно. Это 40 уровень. Значит, наверное, где-то с 20-го что-то посерьезнее пойдет. Так, ну что, поехали к ману. Вообще, уменьшить масштаб надо, потому что эта карта большая. И долго пролистывать буду. Как же хорошо, что в этой игре есть телепорт. Пускай он не совсем такой очевидный, потому что нужно стрелкой вправо или влево выбирать, чтобы вместо GPS у тебя выбрался телепорт. Но тем не менее, оно все есть. Какой стороны к тебе? А, хэчдаун. Вот. Ну что, вы готовы к очередной крутой катсцене? Как будто фильм смотришь. Что? Что? Не, не. Дай-ка объясню. Дрифт? Это слишком скучно. Чего? Вообще никакой движухи. Никакой. Да ты что? Привет. Уверен? Ну, мы уже эми, скажи им. Чуть. Мне как бы и нравится, и нет. Печально, конечно, что особо не погоняешь, но... Но. И я все же кайфую, когда нахожу золотую середину. Угу. Да. Ладно, я все. Идешь? Да. Да. Мир. Пока. Давай, падай. Он ненавидит дрифт только потому, что... не умеет ни хрена. О. Тут нужно мастерство. чтобы точно сделать занос. Надо балансировать на грани. Я прав или прав? Ты всегда прав? Но я считаю, вообще-то каждому свое. Ах. смотри. Робин. Она мастер. У нее ход плавный. А Спайк? Тот дергает за ручник, как малолетка после автошколы. Да. Да ладно, не так уж он и плохо, ману. Не так уж и плохо, его богатый папочка. Я вот о чем. Так. Что-то мы заболтались. Я пошла. И когда это было проблемой? Да всегда, когда мы языками чешем вместо того, чтобы заняться делом. Слушай, у меня тут намечается кое-что. Ничего конкретного пока, но... если у тебя хватит дзена и захочется оторваться... В общем, дам знать. Удачи. Она везде успеет. И всегда что-нибудь происходит. Так или иначе, все же надо тебе попробовать пожечь резину Вентуре. Да. Я позвоню. Налажу связь с местными. Боже, я бы эти катсцены смотрел вечно. Они так классно сделаны. Ты прямо чувствуешь, что ты находишься в этой обстановке. Да, многие в комментариях подмечали, что главный герой теперь это какой-то даже не манекен, а просто тело. Ходячее тело, которое ничего не говорит и только слушает. Но тем не менее, это можно проецировать на себя, потому что ты видишь его руки, ноги. Короче, ты как бы реально он. Это круто. Мне это нравится. В новых частях от этого отказались, потому что слишком дорого это все обходится. Слишком. Но оно круто. Оно, мне кажется, того стоит. И даже в NFS Unbound они сделали стиль комикса. Я думаю, что если бы они сделали с реальными актерами, как это было в Most Wanted, в этой части было бы гораздо лучше. Игра воспринималась бы серьезней. Но это мое личное мнение. Возможно, вы так не считаете. Так. Это весь сюжет пока что. Высший момент. И нам нужно будет набрать штрафов на 2500 долларов и Amy Tuning. Выиграйте спринт с Amy. И это все пока из сюжетных заданий. Забавно. Что ж, давайте тогда выполним этот спринт. И посмотрим, что нам скажет Amy. Может быть, после этого как-то сюжет продвинется. потому что мне кажется, я уже засиделся на этих простых гонках. Вот видите, спринт легко. Тогда уже будет среднее хотя бы писать. Чтобы хоть какой-то челлендж для меня был. Для меня эти гонки теперь проходятся вот на раз-два. Хотя в этой части я чайник. В этой NFS-ке. Смотрите. Они, походу, даже под машину мою не подстраиваются, потому что изначально в этой гонке сложность низкая. По мост-фонду те соперники подстраивались под твою скорость. А в этой части они изначально заточены под низкую сложность. Чтобы ты мог пройти на любой машине. Но теперь я отрываюсь изначально. Поскольку слежу за своей тачкой, прокачиваю ее вовремя. И я им просто не оставляю шансов. Но я опять забыл прокачать, точнее, не прокачать, починить машину. Выглядит, конечно, спереди она не очень. О, скоро пятнадцатый уровень. Интересно, сколько их всего. Или как в хит бесконечно. Просто после какого-то определенного количества перестают открываться новые запчасти. Скорее всего, как в хит. Чтобы ты мог с друзьями соревноваться и говорить, а у меня вот уровень 200, а у тебя всего лишь 190, ты мусор. Ну, или как-то так в этом стиле. И я их понимаю, почему они так сделали, чтобы банально можно было растянуть игру в онлайне. Иначе чем здесь еще заниматься? Кроме того, чтобы друг с другом гонять. Я же проходил эту гонку, разве нет? Она снова галочка не пометилась. Ну, или не отметилась. Я помню этот поворот, он был возле финиша как раз. У меня уже какие-то флешбеки. Или просто маршрут у них так похож. У многих гонок. Снова будет плюс 2000, потому что это легкая гонка. Да, я был прав. 2000, плюс она несюжетная. Человек ракета, скорость космическая, согласен. Теперь это право мое звание. Интересно кстати, что у меня написано. Я же был король дрифта, потом какой-то там еще гонщик. Наверное гроза копов теперь называюсь. Да, все так серьезно будет. Подождите. Это гонка спайка. Но я все равно наверное гонку Эйми сначала пройду. только нужно карту как обычно отодвинуть, потому что ничего не вижу. Где она находится? Вот это? Среднее. И 7000 платит. Ну Эйми все, ты напросилась на мой гнев. неужели неужели будет челлендж хоть какой-то? А то мне кажется я как я говорил где это я говорил? Наверное в каком-то прохождении НФС я говорил, что я перекачался. то чувство когда вот такое обычно Far Cry происходит когда ты выполняешь доп квесты а потом выполняешь сюжет и не чувствуешь соперников вообще даже на максимальной сложности. Перекачался. Такое бывает. Это я 1 на 1 против Эйми, да? Да. Что ж посмотрим. Средняя сложность написана. Но я при этом ее догоняю спокойно. Ай-яй. Считай тебе повезло. Я бы уже обошел сейчас. По-моему в этой игре есть липстрим. Но наверное он открывается не сразу. Ману звонит. Гонка 1 на 1 против Ману. Хочу потом посмотреть на его лицо когда он ничего не сможет мне противопоставить. Как сейчас Эйми отлетает. Между прочим это гонка со средней сложности. Мне теперь что только на трудно нужно участвовать чтобы я хоть что-то почувствовал в плане сложности. Или вся игра действительно такая легкая. Я не знаю мне кажется я просто перекачался. слишком много выполнял всяких доп квестов дополнительных гонок. А где Эйми вообще а вот сзади я думаю она уже на миникарте даже не показывается. да это представьте мало того что машина полностью прокачена на данный момент всем чем можно так еще и я научился нормально ездить привык к физике за это все время за эти пару серий ой как сложно было средняя сложность плюс 7000 легчайшие 05 сверх скорости света да не пока еще рано об этом говорить но я довольно быстрый да почему это немногие если им дать возможность машину прокачать они не такое смогут вообще-то что в этом сложного опять нужно заехать прям вовнутрь это так принципиально что можно еще выполнить ману может быть или спайка это гонка с ману дрифт ну все я участвую правда мне кажется я это уже проходил там гонка называется так же но при этом когда я ее пройду она пропадет с карты войди в свою колею я же это а твуд и подождите все правильно это она только в ней будет участвовать ману то есть пройди одно и то же несколько раз умеете могете в смысле мне понравится или меня сейчас уничтожат ой главное не врезаться а то очки сгорят а ману меньше меня набрал неудачник о томи анжело даже ты здесь ты теперь пишешься по имени а не по фамилии а то всякое бывает правильно нужно шифроваться после истории с мафией так слушайте меня теперь вообще ничего не может остановить с каких пор я таким тащуном стал так тащу жестко а вот наконец-то я врезался этого стоило ожидать а то я ну реально перестал ощущать сложность в этой игре куда едешь успокойся боже он на стероидах на какой скорости вообще он там разъезжает ай-яй-яй это было обидно слушай робин ману не такой уж и злобный тип может быть но как по мне он тот еще сексист ты ошибаешься насчет него эймс права у вас разное воспитание иногда его ну как сказать заносит лучше бы поставить его на место парень много себе позволяет я разберусь просто помни слова не главное главное что в сердце о да вот это цепат робин спайк едет сказал есть у него дело со мной не хочешь не клюй на это эймс сначала дешевый блок а потом чем дальше тем хуже не парься я буду тянуть время сколько смогу ладно я двинул пакета спайк и робин ты их еще вот так наслушаешься ладно дело не в проворот в общем может в гараже почему такое ощущение что она меня на свидание зовет так прозвучало может в гараже увидимся нет я то не против но просто это странно встретись сэйми в гараже ну давайте к сцену посмотрим я думаю это важно для сюжета будет тем более можно телепортироваться сразу туда и судя по времени как раз оу серьезно перейти к гаражу с другим особым местам можно нажать с помощью пейдж даун да ладно тем более после этой катсцены как раз серия подходит к концу потому что судя по времени да что такое я даже не знал что так быстро для этого и нужен спидометр права и документы больше спрашивать не буду кому-то проблем захотелось мне ехать надо выйдите из машины живо ладно ладно вот мои права эдвард 24 1199 ясно подкрепление покажите руки полегче полегче из машины кажется кого-то прижали за то что он слишком много болтал я согласен да выпендривался пожалуйста посадите его в тюряшку как в случае с Рейзером было пусть отсидит срок небольшой совсем чуточку пусть поймет а я не попадаюсь таким упом тем более его вообще задержала женщина-диспетчер судя по всему которая косит под патруль одна машина его поймала чтобы вы поняли одна машина без подкрепления ух ты круто слушай Бэнкси отличная работа по-любому целый день придумывал да просто для вдохновения тебе ага привет привет о чё как тебе представь Накай-сан против Магнуса Уокера кто кого брось вопрос бессмысленный ты меня огорчаешь парень не 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 да тут все понятно я по-любому поставлю на Накай-сана если если только Магнус не будет на Р.В.Б. и тогда наступит конец света толково просто надеюсь что когда-нибудь соберу что-то достойное Накай-сана а я что говорил нас ограничивает только наша фантазия кстати насчет ограничений я тут думал как обойти всех модификации мотора бешеная сила понимаешь все просто надо кучу денег и много работать и все я так мыслю с чего это мы такие нежные какой прок стоять в сторонке и осторожничать ты подумай какая нужна репутация чтобы были деньги на такую тачку тут нужен серьезный подход прости старик я все запорол да ага он у нас такой да ничего не понял ну ладно приветик может прокатимся так просто резину пожем погоди ману ломится хай ману привет роб я тут слышал мой друган к тебе в команду собирается но наш друган неплохую репутацию поднял пока с тобой носился вот я и хотела сама на него поглядеть и что это значит подумываем встретиться с риски дэвил дп может замутим ты с нами дп дрифтопоезд ах вот как я бы дважды подумал прежде чем такими словечками бросаться дрифтопоезд как бы там не было не думай что мне это интересно а мне интересно ладно веселитесь тут увидимся позже давай ману ладно давай приезжай встретимся мне пора пока пока нас еще раз вызывают на какой-то дуэль видимо один на один так купить машину забрать со склада а давайте вот я хотел это сделать в самом начале вообще всего этого прохождения бмв м3 е46 делюкс ноль потому что у меня делюкс издание она стоит для меня бесплатно но пользоваться ею я не буду она чисто будет в плане как для коллекции только я хочу убрать вот эти винилы лишние как это сделать ну да по другому наверное никак я хочу просто убрать где это визуальная модификация краска обтяжка библиотека а вот наклейки вот эти все наклейки нужно просто убрать зачем они нужны удалить удалить дальше здесь тоже удалить ой вот это было лишнее черт как вернуть я случайно удалил как вернуть а вот я только что откатил изменения неужели я случайно удалил то что не нужно было так только наклейки удаляю задние вот наклейки потому что они не нужны здесь какой кретин их сюда добавил я снова здесь откатил изменения потому что случайно убираю не то что надо вот еще наклейка тут есть или она внизу наклейка удалена и с этой стороны вроде бы все на самом деле тут и шины другие были и диски и сами шины но это уже полбеды вроде бы все наклейки я убрал вот так вот бмв должна выглядеть без наклеек я так понимаю что она не прокачана это наверное моя новую сделаю на всякий случай вот наверное она не прокачана да так что в принципе она не такая уж имбовая да что вы хотите все на этой ноте мы точно будем заканчивать серию потому что я не знаю вообще сколько еще мне будут звонить да выйдем из гаража чтобы музыка не мешала а то иногда за нее банят в общем это была четвертая серия прохождения Need for Speed 15 года продолжим мы уже совсем скоро буквально через пару дней буду записывать следующую серию возможно я наконец-то начну записывать и выпускать их почаще чем обычно так что ждите не забывайте писать свои советы в комментариях также ставить лайки и подписываться если вы не подписаны снимал эту серию для вас Демпси как всегда увидимся уже в следующих видео спасибо всем за просмотр и до скорого